Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое. Но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компанией MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение в 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Чего ты, мама? Да, слишком много народу, что ты просит выйти в эфир, сказать, что я думаю, о поводу смерти Компасеона. Поэтому я решил выйти в эфир и ничего толком об этом не сказать, потому что я не особо не думаю. Очень много народу говорит мне, какого хрена, это же твой ниггер, ты говорил, убьешь моего негра, я бью твой дух. Если человек ниггер, это еще не значит, что он мой близкий. Но и типа это слишком очевидно, чтобы об этом сейчас рассказывать. Не хочу пояснить, что имеется в виду под мой ниггер. Мой ниггер для меня тот ниггер, за которого я готов на многие вещи и который готов на многие вещи за меня. То есть это не просто какой-то рандомный ниггер с улицы, это непосредственно мой близкий человек, член моей семьи. И не важно, будут только кровные узы или просто какие-то товарищеские. Самое главное во всем этом перечь друг за друга. И то, что умирает какой-то известный ниггер в Америке, это не значит, что я должен стримглав бежать и писать свои соболезнования по этому поводу. Поэтому, что это ебучий фейк. Если вам нравится быть фейками и писать, как вы сожалеете об утрате, то тогда я вас поздравляю. Если же нет, то отъебитесь от меня и типа, понимаете, я не знаю о смерти ни одного из ваших близких людей. Хотя уверен, что у каждого там умирала бабушка или дедушка или прадедушка или еще что-то. Но вы об этом не идете на весь инстаграм. Вы просто сидите дома и расстраиваетесь. И как только умирает, типа, известная личность, вроде Тантасьона, вы сразу же начинаете производить панику в своих сторис и в своей ленте. What the fuck? Это не есть круто. И если вы хотите на чем-то хайпить, если вы хотите быть в тренде, быть в теме, то лучше. Обменивайтесь какой-нибудь информацией, которую знать престижно, которую знать полезно. А то, что кто-то умирает. Каждый день умирают люди. Каждый божий день умирают люди. И сегодня этот Тантасьон, завтра это могу быть я. What the fuck? Типа мы не должны давать обстоятельствам контролировать свою жизнь. What the fuck? То есть даже если мы можем умереть в любой момент, это не повод не жить, это повод жить и говорить своей жизнью. И типа, ну давай, забери, забери у меня, типа, все, что есть. И я все равно буду делать то, что я хочу. What the fuck? Такие явления, как смерть, не могут отбирать свободу у людей. Вопрос в том, типа, как ты уходишь. И единственное, с чем я, в принципе, согласен из позиции Тантасьона, это то, что неважно, если ты умеешь. И при этом ты знаешь точно, что ты сделал там счастливыми какое-то определенное количество человек, то ты можешь тебе помыграть со спокойной совестью. Вот так. Да слушай, я тебе скажу, что и с музыкой, и с моей тоже самая половина моей аудитории, они не слушают. Вот они просто, все пишут какие-то комментарии, основываясь на общей массе подписчиков. Геоса. Вон, Соня тоже недовольна. Чем? Этими ребятами. Которые пишут мне, что я шалома. Нет, что там происходит. Зачем, да? Да, что-то такое. Пиздец, я вообще не понимаю, что это добре. А что, ты типа не выложила, да, и тебя захейтили? Да, как и тебя, собственно. То есть, типа, врубаешься, да, мы не выкладываем из разряда растампис, стантасьон, и наши слушатели же пишут нам. Отписка. Типа, отписка, уеба, фут. О, вы такие уебаны, это никогда не станете таким, как он. Это полный пиздец. Я типа, вахуй с людьми. Чем, если ничего, прислал с утра, видос какой-то стрёмный? Что, типа, я говно-рэпер, и даже у него гифки читают лучше, чем я. У гифки этого чела читают рэп лучше, чем ты? Ну, что-то такое. Он сказал, что вообще, типа, я его раздражаю, меня ненавидит. Не понимаю, он столько сил тратит на то, чтобы мне писать. Это уже 10 раз. Просто люди, которые реально ненавидят кого-то, мне кажется, они не занимают. Ребят, еще раз повторюсь, я ничего не имею против XXX, стантасьона, мне очень нравится его музыка, все. Но я не считаю его ни своим близким человеком, ни человеком близким, ни по духу. Даже если вы близкий человек умер, никто бы из вас не стал выкладывать его фотографии в инстаграме, писать, но покойся, смею, братишка. Я очень сильно, короче, не хочу раздражать. Если вы переживаете этого настоящего, то переживайте это самостоятельно или с кем-то, я не знаю, в тишине. А, все же знаешь, что для того, чтобы переживать этого настоящего, нужно... Как-то недавно в каком-то фильме, про маньяка, по-моему, было, то, что он сказал. Помнишь, если вы хотите расстраиваться и переживать, когда люди умирают, вам нужно чаще спрашивать, как у них дела, следить за их жизнью. Ну, хотя бы. Это в этом сериале было, про Крик. Крик? Да, да. Это чел рассуждал, когда случилась эта дичь. Что, типа, в школе... Да, нет. ...все участвуют в социальной активности и прочих местах. Пустишь смею? Спасибо. Итак, что там у нас происходит? Воу-воу-воу. Что, есть какие-то вопросы по существу или мы так и будем орать, ставить смайл и писать о том, что это антасионное? Ой, нашло еще отсчет. И да, многие сейчас пишут что-то из разряда... У нас табак закончился. А, нет. А он назвал телефон. То есть... Что-то из разряда что? Многие пишут что-то из разряда... А? Ну... Это не связано между собой. Я тоже не понимаю, почему ты сказала. Многие сейчас... Я уже забыл. А, пишут что-то типа, великие умирают первыми и прочие. Да, даже нашли не умирают. Великие не умирают. Начнем с того, что как бы... Тантосион прекрасно знал, что он идет, потому что он осознанно вел такой... Ну, может, и неосознанно, но он вел такой образ жизни, который не минуем. Он увел к такому концу. То есть... Я сомневаюсь, что у Тантосиона был Варик старым, умереть, воспитывая своих внуков на шизлонге, учитывая то, насколько агрессивный образ жизни он вел сам. И жизнь такая штука, типа, чем больше агрессии ты проиграешь, да, тем больше агрессии возвращается к тебе. И если тебе нравится делать больно людям, то будь уверен, жизнь захочет делать тебе больного тяга. Да, короче, как вчера чел нам написал, что типа, да-да-да-да, все выкладывают интенсион-тансьон, типа, ла-ла-ла. А все, ну, когда человек умирает, все плохое, забивается, никто не думает о том, что он бил свою беременную девушку или что, там, еще избивал кучи людей без повода, просто, типа, на спор подходил и бил людей просто, не знаю, ну, это странно. Короче, я не считаю, что можно с почестями героя провожать человека, который жил агрессией, но его мозг, как бы, он в любом случае генерировал какие-то умные на все время отвеяния. Да, нельзя говорить, конечно, плохо, понимаешь? Да ничего плохого, я не говорим, мы просто говорим, как есть. А тебе было бы приятно, если бы после твоей смерти выкладывали... Сейчас, сейчас. А тебе было бы приятно, если бы после твоей смерти выкладывали stories и т.д. у тебя, а какой-то другой чел называют это клоунадой, конечно, потому что выкладка stories про смерть человека — это клоунада. Типа, мне было бы приятно, если бы моя мама пришла на мои похороны, или, там, мои дети, или кто-то еще, мои родственники, если бы меня проводили в добрый путь. Нахрен мне нужно это дерьмо. Смерть — это личное. Смерть — это интимный момент в жизни каждого человека. Да, вы знаете, это когда похороны не приглашают. Это то же самое, что вы что... Никто же не будет приглашать всех слушателей и тантасьоны на его похороны условно. Кто считает нужным. Потому что, да, кто считает нужным, тот и приходит, во-первых. Во-вторых, это, ну, это семейный момент. И слушатели любого артиста забывают в первую очередь о том, что артист — это такой же человек, как и они. У него обычная личная жизнь должна быть, которая обеспечивает психическую стабильность как минимум каждого из нас. А вас все, что волнует, — это ебучая показуха. И да, я повторюсь, это клоунадо. И я надеюсь, что когда я умру, такого дерьма не будет. Потому что все, что я хочу видеть перед своей смертью — это своих близких людей и желательно самых близких. Эта женщина не может заткнулась. Так же, как и вы, по большей части, только вас дохуя, а она одна, и женщинам свойственно разговаривать много. Я могу помолчать. Экс говорил, что все фанаты его семья просто потому, что у него нет своей семьи, которая дала бы ему тепла, любви в детстве. И я прекрасно понимаю, откуда у него такие психические откладения и так далее и тому подобное. Но! Но! Это его позиция, и я не являюсь его фанатом, поэтому какого хуя выебете мне мозги, почему я не пишу «Rest in Peace» и «Tentacion». Тем более, что знаешь то, что ты пишешь это у себя в истории, совсем не значит, что тебе реально жаль, типа «What the fuck?». Поэтому я еще раз повторю, каждый из вас, кто сегодня мне в личку написал о том, что «Жак, какого хрена ты не выкладываешь историю про Тентасиона?» Ёбаный показушник — это все, что я могу сказать. Из какого ты города? В данный момент я проживаю в Москве, но в общем и целом я из Вологды. О, моя сим-карта. Я нашел на сим-карту.